Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показывает его по дому. И сегодня речь пойдет об очень сложной для меня теме, об очень интересной для меня теме. О том, как христианство преломляется в творчестве, в поэзии и конкретно о стихах Светланы Кековой. Ну, разумеется, я ничего вам не скажу эпохального или глубоко значимого о поэзии Кековой. Потому что, во-первых, об этом диссертации пишутся, и не для 10-минутного рассказа здесь материал. Но, во-вторых, мне хочется высказаться. Это лично. Это связано с тем, что огромное количество шедевров поэтических написано на христианские темы. И, в принципе, вдохновлено той или иной религией. Как и любой неверующий человек, я не имею никакого права высказываться на богословские темы. И не пытаюсь. Все, что я сейчас говорю, это специальная такая оговорочка формальная, да. Я говорю, имея в виду литературные тексты и литературные смыслы. Никакой мистики, никакого богословия, никаких этих вещей. Я могу рассказывать о чем угодно. Я могу рассказывать о Марке Аврелии. Я могу рассказывать о Клаве Степсе Льюисе, да. И его апологетических работах и богословских трудах, да. Но я буду иметь в виду по-прежнему только тексты. И поэтому, когда я говорю о Кековой, я имею в виду случай достаточно редкий. Поэзия глубоко, по-настоящему, как иногда говорят, истово религиозной. Она действительно потрясающий христианский поэт. Но при этом дышащий такой свободой, дышащий таким вот объемным пониманием мира, да. Такой универсальностью, которая распространяется одинаково, как иногда говорят, благодать Божия на всех распространяется. Даже на тех, кто ее не приемлет. Это что-то невероятно согревающее и очень воодушевляющее. Это редкий случай религиозной поэзии, которыми ее ничуть не раздражает. Что это за раздражение, о котором ты говоришь? Раздражение очень простое. Между двумя глубоко верующими людьми, один из которых говорит, когда видит или беседует с тобой о твоих бедах, о твоем горе, да. Один из них говорит, я за тебя помолюсь. А другой говорит, а вот ты помолись, и тебе полегчает. И вот первый человек мне понятен, близок, и я его, ну, я скажу о нем добрые слова, да. Тот, который говорит, я за тебя помолюсь. Потому что он может это сделать, я этого сделать не могу. А второй, который начинает навязывать мне вещи, мне без тебя тяжело. Отойди. Отойди в сторонку, пожалуйста. Оставь проповедь на потом. Сейчас не время для проповеди, да. Это с христианством вообще никак не связано. Это два стиля поведения, характерные для разных темпераментов людей. И вы знаете, поэзия есть точно такая же. Поскольку верующий в своей наивной убежденности, что он не просто, ну, как бы, сподвигся каких-то успехов, да, вот на этом духовном пути, но он теперь и сам тоже обладает какими-то вещами. Он подобен человеку, которого позвали на помощь к тому, кто лежит с переломанной ногой на дороге, да. Вот. И этот верующий прибегает, вот так в ладошках несет, значит, говорит, смотри, я тебе принес много подорожника. Вот. Если это будет ребенок или слабоумный, мы умилимся. Если мы святой, ну, то есть, если, например, я сломал ногу в данном случае, и я святой, да, то я, конечно, тоже умилюсь. Потому что это же от чистого сердца. Кто же говорит, что он не прав? Он, честно, собирал на обочине этот подорожник, потому что к ранке надо прикладывать подорожник. Ему мама так сказала, он с детства это знает. Вот. Соответственно, я тоже умилюсь. Но если это обычная ситуация, а я обычный грешный, как говорят, человек, да, то я, конечно, скажу какие-то непечатные слова. Вот. Потому что, увы, мне очень больно, и подорожник вообще-то от перелома не помогает вообще никак. От перелома могут помочь чудеса, но их, увы, не бывает, с моей точки зрения. А с той точки зрения, где они бывают, ну, как бы, мы живем в разных вселенных, да, и поэтому, значит, вот короткая ситуация религиозной поэзии, которая вся есть откровение, которая вся есть истолкование самых важных слов для христианина этой Евангелии, вот, которая вся есть продолжение и развитие, нет, нет, не великих мыслей и идей, которые там изложены, да, а чувств человека по поводу этих великих мыслей и идей. Перетолковывать и перетасовывать и по-своему говорить вот эти вот слова, которые уже освещены тысячелетней, многотысячелетней традицией, да, и которые, конечно, следует знать любому культурному, уважающему себя человеку, независимо от его веры или неверия, вот, это, в общем, довольно дерзкая задача, и я не думаю, что она осуществима. Так никто и не собирается перетолковывать. Истинная религиозная поэзия, как у Кековой, это видение мира, которое с совершенно другой точки, которая, картина мира, которая открывается с той горной вершины, на которую мне не взойти. Я могу в космос улететь, из космоса сфотографировать со спутника ту же местность, да, я могу вообще там из пятого измерения на неё посмотреть вот так вот, да, потому что это подвластно моей фантазии. Я-то считаю, что фантазия – самая сильная сила в природе. Она сильнее любого из четырёх взаимодействий, и она, ну, гораздо мощнее любых сил, разбуженных человечеством. Фантазия – это самая сильная вещь, гораздо больше, гораздо сильнее термоядерной бомбы, да, вот, точно так же, как скорость мысли – это самая большая скорость во Вселенной. Потому что 300 тысяч километров в секунду – это ерунда. Скорость света – это просто тьфу. Вот, значит, по сравнению со скоростью мысли. Скорость мысли намного её превышает. И речь идёт не об электрических импульсах в мозгу, а речь идёт о том, что человек может себе вообразить, и что он может по этому поводу подумать. Потому что это невероятные вещи. Мы всю Вселенную можем облететь за считанные секунды, да. Конечно, никакой другой физической составляющей этого мира такое недоступно. Вот. И вот если говорить о Яблоке и Кресте, а это большое, полновесное, избранное Светланы Кековой, вышедшее в издательстве БСГ Пресс, надо сказать, что вот эта картина, которая сложилась в результате долгого, я уж не один месяц читаю эту книгу, я вообще очень медленно читаю. Вы думаете, у меня актуальные новинки появляются в блоке? Да нет, конечно, на некоторые книги уходят месяцы и годы, потому что я очень медленно вникаю и дозреваю до того момента, как вот Яблоке дозревает, значит, до того момента, когда смогу что-то вам путное об этом сказать. Зачем перечислять биографию, описывать биографию прекрасной саратовской поэтессы, да? А зачем в этом поэте озвучивать панигирик, да, произносить слух в очередной раз? Лучше я вам прочитаю несколько цитат и скажу о своих ощущениях, потому что вот это точно будет неповторимо, потому что вряд ли кто-то испытывал подобные вещи. Во-первых, Кекова очень многогранна. Она видит мир не черно-белым, как зачастую это бывает у таких вот активно ревностно настроенных христиан, да? И она видит мир как поэт. Мир очень сложен. Я спать вожусь одна и снова вижу бесами продиктованные сны. Тебя, мой друг, мой враг поузабытый, с лицом сведенным, с искаженным ртом. Ты что-то хочешь мне сказать и плачешь горячими солеными слезами. Это не грех. Она видит во сне не грех. Она видит во сне другое. Она видит во сне несовершенство мира. Вы знаете, вот с эпиграфом из Достоевского стихотворения появились какие-то новые трехины. Такой не совсем приличный эпиграф. Он специально нужен для того, чтобы оттенить ту ущербность. У Кушнера есть великолепные стихотворения из ранних, посвященные землетрясению, да? Где он просит помолчите, хоть на час, на день заткнитесь все. Вот так вот резко отдергивает. «Потому что человек, вступающий в царство боли, где она на троне сидит в короне, думал, что достоин он лучшей доли, например, сыграть неплохие роли и на склоне лет отдыхать в Вероне, а еще тайком развлекаться с гейшей. Но Верона чарство чумы новейшей, и Париж, столица ее, и Лондон, весь подлунный мир ей на откуп отдан». Вот это вот речь не о новейшей чуме, речь о самом мире, который просто не приемлет наших вот этих вот таких простеньких, таких понятненьких, таких примитивненьких мечтаний. Нам чего надо? Чтобы не болело ничего, прежде всего, да? Хотя бы. И поэт пишет разные, пишет, еще раз повторюсь, много книг, стихов, собранных в одном огромном избранном. В целом, мои ощущения от самой первой книжки Кекова, которая мне попалась, это было издатель, комаровское издание Пушкинского фонда на семи холмах, да, где птицы у нее щебечут, то на латыни, то на греческом, вот это вот. Я с восторгом, и вот это ощущение с восторгом прочитанных стихов, оно как-то в памяти сохранилось, и сейчас оно только укрепилось. Я буду дальше читать Кековы, может, еще буду о ней рассказывать, потому что это действительно здорово. Вот стихотворение довольно-таки тяжелое, но очень тяжеловесное, я бы сказал, но очень воодушевляющее, возвышающее. Мы знаем, что распалась связь времен. Разрушен город, Иоанн пленен, тебе, отец мой, дом подземный вырод. Резвятся в небе стая гончих псов, в пустынях рек, на берегу лесов, на пляшущую деву смотрит Ирод. Все то, что Бог напишет на роду, как роза детства в брошенном саду, благоухает вечностью и раем. Он нас призвал, благословив и спас. Но мысль одна томит и мучает нас, что смерти мы себе не выбираем. В дни вечности простой песок морей, грехи рабов и подвиги царей никто не сможет взвесить и исчислить. Но в жизни, возведенной на крови, истоки и последствия любви научат сердце не страдать, а мыслить. Вот научить сердце не страдать, а мыслить способны только великие стихи. И Светлана Кекова один из поэтов, который действительно может это делать. Спасибо за внимание.